Всем привет, дорогие друзья! Очень рада видеть вас у себя на канале. Вы знаете, мы очень много в Стамбуле снимали, и я хотела закончить вот тем предыдущим видео вот эту тему. Но решила, что нужно все-таки показать еще вам вот этот вот район Мертер, как мы были там, потому что я сперва хотела это видео не выкладывать, потому что мы там ничего не нашли. Но я так думаю, что оно все-таки будет полезно тем, кто в Стамбул поедет, и, возможно, он предостережет людей от наших ошибок. Потому что Мертер, и я знала, и я смотрела до этого видео, и парень предпринимателя рассказывал, что Мертер – это только центр оптовой торговли. Но мы, поговорив с местными продавцами в каком-то магазинчике, они сказали, Мертер – это такой классный район, едьте, не пожалейте. И вот, в общем-то, мы туда поехали, потеряли там массу времени. Мы там кое-что купили. Мы вот в районе Мертера купили брюки, но хочу сказать, что там было очень много потрачено времени зря, потому что в основном опыт. Найти розницу очень и очень тяжело. Мы не догадались, надо было опытом брать размерный ряд и здесь продавать, но это сложно здесь продать эти вещи, не имея такого опыта продаж именно вещей. Но, тем не менее, предлагаю вам сегодня посмотреть все-таки на наши приключения в районе Мертера. И сразу хочу попросить прощения у местных жителей, что я неправильно называю районы, улицы. На протяжении всего видео я всегда говорю «Зиэтин-Буру», потому что это был второй день в Стамбуле, мы еще только не знали, как что называется. Район правильно называется «Зиэтин-Бурну», и там действительно очень много кожи. Была очень дождливая погода, мы обошли эти кожаные магазины, но как-то вот там Оксана себе не смогла ничего выбрать, но зато вот на улице Лолели мы уже подобрали себе кожу. Давайте с вами посмотрим. В общем, вчера как дураки съездили вот этот «Зиэтин-Буру» на такси за 5 долларов. Сегодня опять едем туда же на трамвае. Почему как дураки? Потому что привезли нас в крупный какой-то меха кожи, нам это не надо же, и нам просто нужны там футболки, ну в общем, эти стилки. В общем, несу он на плебаш, потом привезли нас в какой-то крупный торговый центр, тоже как дураков. Ну а сегодня, слава богу, вот уже все как надо. А да, мы уже все разузнали, вчера спросили, и опять едем туда только уже, смотрите, кто-то воду забыл. Едем уже туда на трамвае. И, как всегда, советчиков много. Сейчас вот ребята тут это по-русски говорят. Вот, зачем вам зайти на трамвай и едьте в «Мертер». «Мертер», 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 «Мертер». Вот, а я смотрела видео, там вроде «Октовая торговля», «Мертер». Ну не знаю, сейчас прокатимся на трамвае, посмотрим и вам покажем, в том числе, куда ехать, куда не ехать, и что там можно купить. Давайте спросим у кого-нибудь, а? Схему посмотрим. Как на этом называется? «Зейтинбуро», «Мертер», «Мертер», «Мертер». На другую сторону. Сейчас спросили, но подсказали. Кстати, здесь везде, кстати, на каждом практически углу эти банкоматы есть. Так что если кто-то переживает, что деньги не сможет поменять, вообще с этим проблем нет. В общем, если для кого-то эта информация окажется полезной, то 92Т сюда идет автобус. Привет, киса. В общем, здесь уже прям совсем легко, потому что здесь хоть продавец на русском языке говорит с Ростова-на-Дону. Вот что она сказала, что вот эта вот улица «Мертер» здесь в основном оптом продает. Некоторые торгуют в розницу, вот они торгуют в розницу. Цены здесь недорогие. Бывайте, ну, кофточка, допустим, такая 15 долларов стоит. Ну, а, говорит, здесь многие вот не торгуют оптом. Вы, говорит, лучше идите вот по этой улице прямо и будь параллельная улица. Вот там в розницу больше продают, чем здесь. Будем искать. В блестящее все пойдем. Ну, красивое платье. У меня, кстати, такое вот бархатное когда-то было. Ну, вот это вот наподобие, что в Заре. И сделано здесь лучше, чем в Заре. Здесь, видите, подкладочка вот такая вот есть. Ну, во многих, видите, только оптом. Джинсы. А, ну, тут, видишь, тоже все упаковано. Значит, поштучно продавать не будут. Здесь по 30, по 10 лир кофты. Тоже, наверное, оптом. Ну, пойдем спросим. Экспорт. А, вон, оптом. На великий экспорт. На великий экспорт. Только много-много опта. Так, здесь что, розница? Оптовая и розничная. Пойдем. Оптовая и розничная. Пойдем, я не учусь. Заптовая и розничная. Ого, как размер. Брюк. Вот эти рубашки все у нас подаются. И вот такие. Рубашечка есть. Здравствуйте. Вроде симпатичные. Нет, нет разницы. А можно фото чуть-чуть? Ну, ты. Вот такие вот всякие блузочки тут. Ну, это вот полиэстерка. 75 лир, да? Порядка тысячи рублей. Смотрите, самый большой 50-й размер. А. Он красивый такой. А вот это что такое интересное? Нет, ну она из чего ткань-то? Вот смотри, это плащи вот эти вот, которые. 40. Размер 40-45. 45 долларов. 75 лир. Ну, короче, на наши деньги 750-800 рублей. Слушайте, сколько мы вот этих магазинов обошли кожаных. Вы даже себе представить мне можете. Уже зашли, наверное, магазинов 20 здесь вот по улице. И нигде нет размера. Потому что сейчас уже вот зимняя одежда. А крайне нужна осенняя кортка. И нет того, что нужно. Шубки, конечно, вот симпатичные. Того, что нужно, нет. Время здесь все такое вот в пайетках. Красочное, разноцветное. Но нам не надо же это разноцветное. Это вот чисто новогодние какие-то такие варианты. У меня на Новый год есть платье. Зачем их 10, этих платьев? Не нужно. Значит, идем дальше. Вот здесь большие размеры куртки. Ну, хоть одна тебе нравится из этих курток? И мне не нравится. Я-то вот так вот, смотрите. Кому что нужно? Приехал, да? Ольга как-то вот идет, берет. Ну, пойдем сумки посмотрим вам всякие блестящие, красивые. Я хотела себе сумку купить, но не блестящую. А ты же хотела, вроде, чемодан себе, нет? Вот сумочки такие. Ну, они их просто чисто на ручки носить. Здравствуйте. А сколько стоит? А, это у вас вот? Ага. 30 лир, мадам. 30, 30 лир такая стоит. Да, если тут себе на этот, на ползу. Вот эти вот все сумки по 30 лир. Зара причем должна быть. Ну, уже даже Зару стали подделать. Она и так вот недорогая. Ну, сейчас вот моду, видимо, на вот это вот блестящее. Четыре доллара брюки. Здесь, конечно, пространство не ошеломляет. Здесь очень большая территория. Я считала, что у нас садовод большой. А здесь, здесь тоже пространство. И вот это вот все, вот смотрите, вот так вот, допустим, вся улица идет. Потом надо зигзагом раз и с той стороны идти. Потом с другой стороны. Где? Где? Я думала, что это масштабы, походу. Масштабы, да. Масштабы колоссальные. Еще даже если договоришься, тебе не дают померить. Здесь красивая кофта, но тоже опт, Оксана. Вон внизу красивые парки. В общем, раздваиваемся с Оксаной. Там, где что-то нравится, там тебе не продают. Сейчас опять пойдем по этой, по розничной, сказали, там, где в рознице. Но там мы ничего такого даже и не видели, как здесь. Девочки, наконец-то я нашла вот это то, что хотела. Свои любимые эти. Да я их уже, вот эти брюки ищу. Я хочу разные. Мне только дайте, пожалуйста, такого же плана разные. Вот, ну, чтобы подлиннее они были. Ну, в принципе, у нас все полная длина. Просто вот какие-то модели у нас есть. Ну, вот эти чуть-чуть укорочены, вот на Оксане. Ну, я маме думаю, синие взять. Черные однозначно, черные, конечно, как и синие. С лампасами взять или с лампасами? Черные с лампасами можно. Вот можно с беленькими, мама роста маленькая. А вот для мамы вот это тоже очень хорошо. Вот, вот для мамы вот такие вот лучше, конечно, однозначно. В общем, стоимость 70 лир, да? 70 лир штучные. В общем, кто дома 70 на 13 умножаете, у вас получится стоимость. Потому что я уже обошла много чего, и вот этих вот брюк нигде особо ниже. Ну, какой крайний размер у вас вот? Эти модели у нас и по 50-й, но есть и по 60-й грючке остальные. А, ну у вас, по-моему, вот такие вот белые, я какие-то большие видела, да? Есть. Это 50-й самое большое, то, что у меня на Оксане. А вот это джинсы? Так, это джинсы, да. Ну-ка, можно мне такие еще тоже посмотреть, сейчас я вам покажу. А, они вот здесь вот широкие, да? Ну, немножко, да, они так. Здесь широкие. Так, какие вы мне еще даете мерить? Вам вот эта ткань именно, да? Мне именно вот эта ткань нужна. Я ее долго искала. Во всех моделях есть ваш размер. И... Около 5-6 цветов. А мне черные цветы там. А мне мало по очереди. А на меня не лезет. В общем, девочки, купила себе здесь 4 пары этих брюк. Я их давно искала, уже в них же и иду. Потому что нигде они мне не попадались навстречу. Здесь, наконец-таки, мы их взяли. Получилось 280 лир умножьте на 13. Этот район выглядит... В общем, я так понимаю, что вон там недалеко станция. Наискосок от станции вот сюда. Что тут написано? Шоколад фэшн. Но вниз подвал. Вот, ну, не знаю. Я вот именно такого качества искала брюки, чтобы... Чтобы они были стретчевые и в то же время не тонкие. Вот мы здесь прошли очень-очень много тонких. А здесь именно такие. Они поплотнее идут. В общем, набрали вещей здесь много. Девчонки там платья разные тоже выбирали. Брюки. Маме купили брюки. Ну, и сейчас едем дальше. В общем, ничего вкуснее в жизни не ела. Девчонки как-то... Им одного завтрака хватает. Да. У них шопинг глаза круглые. Больше ничего не волнует. Да нет. У меня желудок требует еды. Где Денис Бак? Вот таким вот образом я худею. Ну, потому что нереально хочется есть. Хочется все успеть. Сейчас мы опять еще на один очередной рынок, который находится в районе Зейтинбуро. Здесь же вот Зейтинбуро метро сейчас. Мы спустились вниз. Сейчас Оксана снимет деньги здесь. Что там? В этот пароль сейчас он тебе скажет. Пароль. Вспомнила? Потом язык поменять, language. Сейчас он тебе это... Ну, здесь все просто. Там разберешься. В общем, хорошо, что здесь много людей говорят по-русски и могут подсказать дорогу, куда идти, чего идти. Приехали олигархи в Москву. Слушайте, весь мэртор мы обижали. Ну, правда, не так зигзага-то. Но вдоль и поперек мы прошли. И теперь приехали в итоге вот на эту улицу Зейтинбуро или район, или улицу. Я не знаю, не обижайтесь, если я там что-то неправильно говорю. Теперь мы будем путешествовать здесь. В общем, дошли еще до какого-то шопинг-центра. Мне кажется, мы уже полустамбула обошли ногами. А может, это было в месяц? Не знаю. Но здесь вот, наверное, какой-то район именно текстиля. Это какой-то открытый, что ли, торговый центр, я не пойму. Что-то открытое, что-то закрытое. Ну, самое главное, не смейте о нас подумали, чтобы мы ногами не ходили. Я не знаю, куда спускаться, Оксана. Мы пропустили человека. А вы не подскажете, где здесь кожа, а? Не знаете по-русски? Не знаю, это какие-то, мне кажется, вот типа брендовых, что ли, дорогих магазинов. Горза. Здравствуйте. Раша, Раша. Ребята, мы обошли здесь, по-моему, уже все, что только можно. И идем опять в большой этот центр. Уже надоели эти центры. Если честно, потому что одни крупные центры. И вот этот центр Оливия называется. В общем, я уже просто, просто никакая, но просто уже хочется покушать, уже не хочется не искать никакие кафе, ничего. Мы ходим с половиной 10 утра, 4 дня, 5 час. Мы сбили уже, по-моему, все ноги. Просто уже хочется хотя бы посидеть, не знаю, кофе, глоток сделать. Вот такой вот Оливиум центр здесь встречает нас фонтанчиком. Людей много. В общем, не получается ничего турецкого купить. Будем покупать детские вещи. Так, ну что, здесь... Да? Пойдем. А, конечно. Здесь украшено все уже к Новому году у нас. Красиво. Здесь уже ощущается новогоднее настроение. Видите? Украшено все разноцветными шариками. Все блестит, переливается в фонтанчики. Уютно. О, сережечки. Сейчас девчонок не потерять. Бегом-бегом. Так. Пойдем по дорогу зайдем. Ну, пойдем. Где мы с Олей договорились стоять? Ну, она туда. Самое главное, фудкорт вот здесь. Может, покушаем с первого? Передоктором. Потом... Деньги меняем. Ну, давайте покушаем, а? Я быстро только целью хотелось посмотреть. Слушайте, меня не кормят. Я у меня за целый день с утра ищуется бомбок в течение дня. И здесь хочется. Вот здесь, она сказала оба. Вот здесь сказала оба. Или не здесь? По-моему, придет... А, здесь. Так. А, ну смотри. Сто девяносто девять лир. Это сколько получается? Двести. Почему у нее кожа выглядит? Похоже. Что написано-то? Так. Глянем, глянем, глянем с вами. Что здесь у нас есть? Солочка. Я всегда искренне недоумываюсь, что можно в такую сумочку положить. Телефон и кредитную плач. Ну, сейчас такого бана я люблю. Сумки, когда они сверху открываются, нет никаких вот этих вот видных карманов. Сколько такая? Сто девяносто девять лир. Ну, двести. Две тысячи. Две-две-триста, что ли, получается. А стоило триста. Ну, кстати, неплохая фирма. Деремно. Такая сумочка. Такая. Тоже вот такая удобная. Много все помещается. Ого! Триста сорок девять лир. А стоила шестьсот шестьдесят девять. Тоже какой-то такой более дорогой вариант. Вот эта вот такая полоска напоминает Шанель. Тоже двести двадцать девять лир такая стоит. Сумочка. Ну, в общем, раз уж мы зашли сюда, надо в бане купить какую-то одежду. Футболок никогда много не бывает. Здесь, видите, опять эти машинки. Все. По двадцать четыре лиры. Брючки вот такие. Вот Человек-паук. Такие легкие джемперы, светорочки. А, наверное, это от двадцати четырех лир. Потому что здесь уже цена другая. Тридцать шесть лир получается такой джемпер стоит. Сейчас года посмотреть. Ваня, наверное, на восемь лет. Оксан, подержи, пожалуйста, на восемь лет. Это детский или нет детский одел в Айкике? Почему? В Айкике все есть. Как ты думаешь, Ваня, нормально будет по росту? Рост они не указывают здесь? Как с ним указывают? Ну, мне кажется, на семь-восемь лет, мне кажется... Не будет коротковат? Не, не будет. Великовато точно не будет. Маловато может быть. Ну, я и говорю, не будет коротковат, говорю. А, вот у них. 122-128 сантиметров. Не катит. Девять надо лет. Да, вот, девять лет. Рост. Рост посмотреть сейчас здесь. Какой рост? 128-134. Надо еще больше, наверное. Еще больше. 10 лет, что ли? Куда так? Вот, 134-140. Ой, такая мягенькая. А что, у меня такой большой, что ли? Да. Ну, у меня не такой большой. Нет, возник предыдущий 9 лет. 9 лет. Ну, это что-то с какой-то головой. С человеком полком. Да, ну, для игоря, зачем так переплачивать? Это получается 600 рублей почти. Ну, а у нас такие, в районе 1000 стоят. Ну, а... Может, лучше вот такой тогда полосатенький взять, без рисунка? Ну, надо 9 лет. Сейчас. Ну, я знаю своего ребенка, знаю, что ему бы голова понравилась больше. Он бы пришел в садик, хвалился бы с этой головой. Ну, конечно, возьми тогда голову. Нет, давай я голову возьму. Да, может, ты еще что-то купишь? Давай сумочки, может быть, Маше посмотрим. Сумочки такие здесь бывают. Сейчас, подожди. Здесь бывают очень красивые сумочки детские. Сейчас надо глянуть где-то. Девчачий отдел. Здесь ассортимент все-таки, конечно, намного больше, чем у нас. Смотри, вот. Смотри, какие красивые. Она же вот, если ей Эльзу хотя бы подарить там... А где эта Эльза? Надо посмотреть. Счастлива будет. Смотрите, какие. Ну, кого-то тут разверни, посмотрите. Дети, они же очень любят, когда сияют. Она же к нам на Новый год придет. А вот эта не лучше? А, вот она, Эльза, кстати, и есть. Только ей тоже надо 9 лет брать. Посмотри, такие 9 лет. Розовенькие как раз хорошо. Вот 9-10, вот руки умерли. Сколько там рост? 134. 134, 140. Вот давай возьмем. Давай. Да, хороший рисуночек. А вот сумочек с пайетками нет, да? А вот она. А, на Валели какую-то сумочку есть. Вот эту футболку сумочку есть. На Валели. В общем, и после Вайкики зайдем мы сейчас в Карефур. Надо на вечер нам какого-нибудь сырка, что ли, взять. Не знаю, что-нибудь надо купить. Вообще, чтобы посмотреть, что здесь, что здесь какие-то очень большие тележки. Так, а вот они, сладости здесь, эти турецкие сладости продаются. Вот это прям с орехами. Должно быть вкусно. 44. Ну, это тяжелая штука, кстати. 500 грамм. 500 грамм. Что-то такое хочется, чтобы не много места это все занимало. И не тяжелое было. Вот такое что стоит. 11 лир получается. 110 рублей. Тоненькие постелки с орешками. Но мне они не нравятся в то внешнему виду. Вот то я в кондитерскую заходила, знаете, так с удовольствием прям взяла. И, наверное, в ту же кондитерскую. Просто, чтобы вы понимали, сзади вот этот вот рюкзак уже тяжелезный. У него уже куча вещей. Чай, посмотрим, нам классифика. Пойдем. Ну, давай сыр купим на ужин. Вы что-то ни о чем не думаете, что ли? Вы сейчас поели все на весь день? Сырную нарезку надо взять. Хоть что-то пожевать. Хотя я не знаю. Или мы пойдем кушать. Если мы пойдем кушать, тогда можно ничего не брать. Ну, а мы сейчас вообще какие планы? Мы сейчас опять налагали пойдем? Да мы вещи оставим и налагали опять? Давай возьмем нарезку сырную нарезку. У меня уже ноги вообще не идут. Где ты сыр? Знаете, как приезжаешь, это вожат даже. А сейчас уже что-то я вообще ничего не хочу. Реально. Не, я, конечно, хочу. Мы просто устали. Я бы взяла что-то типа Моздама. Ну, вот какой-то Смоздама. Тут есть нечего. Или типа этого... Вот, 27. А это не Козий? Я вот Козий терпеть не могу. Сыр. Не Козий это сыр? Знаешь, ты тоже уже еле стою. И я еле стою. Я даже не знаю, как мы сейчас еще налагали, после того, как мы сейчас доедем. А вот Моздам. У нас возле дома нет нормальных магазинов. Вот Моздам возьмем, порежем. Нож есть? Да. Возьмем в столовку. А папенька, есть такой Моздам? Да зачем ему такой Моздам? Господи, у нас что, сыра нет этого Моздама? Ну, в общем-то, вот на этом видео наши приключения в Стамбуле закончились. Больше по Стамбулу видео не будет. Сейчас мы с Ванюсикой собираемся в Ашан за покупками. И будет наша обычная повседневная жизнь. Следующее видео будет разбор покупок из Ашана. Немножечко покажем новогодние подарки в Ашане. Сколько, что, по каким ценам сейчас продают. Не разобрали ли все подарки в Ашане? Огромное спасибо, что вы нас просто смотрите, лайкаете, комментируете. Мне это очень приятно. Я понимаю, что я не зря снимаю видео. И есть заинтересованные люди, которые всегда поддерживают, несмотря на все наши косяки. Но, знаете, мне кажется, чем больше косяков, тем интереснее. Потому что можно все вырезать и сделать такую гладенькую картиночку. А можно показать действительно так, как оно есть. Потому что я думаю, что не все люди идеальны. И все мы всегда где-то делаем ошибки. Тем самым приобретая бесценный опыт. И уже сейчас, обладая неким опытом, конечно же, мы бы поступили совершенно по-другому. Но мы его приобрели на собственных ошибках. А вам я показываю, что, возможно, вы эти ошибки не сделаете. Все. Огромное спасибо, что были со мной. Как всегда, всем добра, удачи, позитива. И увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok